В Черниковке обновят фонтан перед дворцом культуры «Химик». Планируется заменить его чашу, обновить коммуникации и оснастить его светодинамическим оборудованием. Власти обещают, что запоет фонтан уже в следующем году. В кинотеатре «Родина» состоялась очередная встреча клуба «Инсайт». На этот раз любители психологического кино обсудили фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». К ним присоединилась и наш корреспондент Катерина Добрынина. Ладно, я покажу тебе, как вырезать виску из березы. Меня не получится. Я тебе научу. Проблема взросления, становление мальчика мужчиной и инициация – все это есть в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение». Любой хороший фильм порождает споры, и клуб любителей психологического кино создан специально для тех, кто хочет не просто насладиться хорошим кино, но и хорошим обсуждением. Форма работы, которую мы предлагаем, клуб психологического кино – это настройка человека на восприятие фильма умом, головой, для того, чтобы у людей расширялось сознание того, что происходит. И они могли быть не просто болельщиками за кого-то из героев, персонажей, а участниками того процесса, который происходит на экране. Тема воспитания вообще очень важная, актуальная. Мы будем говорить о том, как все-таки воспитываются мальчики, какая роль отца. Некоторым зрительницам фильм показался слишком жестоким, а методы воспитания главного героя – недопустимыми. И у меня вот именно сложилось впечатление, глубокое сочувствие вот этим детям вот этого отца. Я считаю, что режиссер не согласен с вот этим воспитанием жестким отца. И не должно такого быть воспитания. Не должно быть деления на мужское и женское воспитание. Воспитание должно быть человеческое. Нужно выращивать из детей, своих детей, просто хороших людей. А мужчины, напротив, сочли героя Константина Лавроненко настоящим главой семьи, воспитывающим своих детей в духе патриархата. Имя отца или фигура отца – это прежде всего закон. Закон в семье. Сейчас идет речь о декриминализации домашнего насилия. Этот фильм нам напоминает, что насилием только вот можно добиться таких печальных вот результатов. Дискуссии в клубе любителей психологического кино «Инсайт» жаркие. Но одну общую истину для себя открыли все. Смотреть сложное красивое кино нужно обязательно, а обсуждать его тем более. Катерина Добрынина, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.